День физической культуры и спорта Это было только 11 медалей, это стало худшим результатом за всю историю выступлений спортсменов нашей страны на Олимпийских играх. Какие выводы министерство сделало из тех игр? Во-первых, не совсем министерство и сами спортсмены, в том числе и Национальный олимпийский комитет, который представляет Олимпийское движение в Украине, согласны с оценками журналистов и других коллег о том, что это было провальное выступление. Это было выступление, которое отвечает реальному состоянию дел в сфере физической культуры и спорта в Украине. Мы должны понимать, что как и в каждой футбольной команде, например, как в сборной Украине по футболу, есть периоды смены составов, есть период, когда приходит новая генерация спортсменов и есть процесс смены спортивных элит. Сейчас Украина тоже вступила в этот процесс. Мы отошли от советского наследия в спорте и сейчас мы уже пользуемся теми спортсменами, теми спортивными методиками, той спортивной инфраструктурой, которую удалось нам или сохранить, или хотя бы немножко развить уже во времена независимой Украины. Поэтому результат, ну знаете, быть в мире 25-м среди 200 стран мира на Олимпийских играх и обогнать там такие страны, как Польша, многие очень европейские страны, это очень достойный результат для Украины. И самое главное, что на этих Олимпийских играх около 40 человек из украинских спортсменов заняли 4-е, 5-е, 6-е места. То есть немножко не хватило до медали. И это как раз тот потенциал, который нам позволит дальше развиваться и надеяться на то, что мы будем улучшать наши результаты на Олимпийских играх. Как раз и Олимпийские игры прошлые, они стали такой точкой бифуркации, когда вся спортивная общественность, это и спортивные ученые, и спортивные функционеры провели очень серьезные заседания, очень серьезный анализ, работали экспертные группы. И мы анализировали, почему был такой результат и что надо дальше изменить, чтобы улучшить наш результат, чтобы мы могли претендовать на Олимпийское золото на следующих Олимпийских играх, в следующих циклах. И были сделаны очень серьезные выводы. Первый вывод был сделан о том, что нам надо повышать престижность тренерской работы. Очень многие тренера за 25 лет независимости Украины разъехались по миру, ну понятно из-за какой ситуации, точно так же, как и молодые ученые выезжали, врачи, IT-специалисты. Мы увеличили, нашли средства с помощью Верховной Рады, с помощью правительства. Есть группа элитных тренеров, которые готовят кандидатов на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх. Это тренера, за которыми сегодня охотятся очень многие страны. И мы серьезно где-то в 2-3 раза увеличили им зарплату. Сегодня эта группа тренеров элитных, она получает около 20-30 тысяч гривен в месяц. Это достаточно серьезная сумма, которая позволяет даже говорить о том, что есть информация уже такая, что многие тренера, которые уехали за границу в ближнее зарубежье, например, во время прошлых циклов олимпийских, они уже думают о том, чтобы возвращаться в Украину. Какие еще выводы были сделаны? Был сделан еще один вывод серьезный, это необходимость развития спортивной инфраструктуры. Почему был такой результат на Олимпиаде? Дело в том, что война, российская агрессия, аннексия Крыма, она нанесла очень серьезный удар по спортивной инфраструктуре страны. Чтобы вы понимали, в Донецке, в Луганске, в Крыму были очень мощные базы олимпийской подготовки. Было училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки, которое как раз специализировано готовило спортсменов к участию в самых крупных соревнованиях мира. Сколько объектов спортивной инфраструктуры на Востоке разрушено в связи с российской агрессией? Очень много разрушено объектов. Это десятки объектов. Мы потеряли базу паралимпийской подготовки, уникальную базу, не только паралимпийской подготовки. В Крыму, в Ялте она была одной из самых лучших во всем мире. И по ее принципу, по ее лекалам, другие страны, в том числе Китай, кстати, строят и строили такие базы подготовки. Потеряли очень много объектов в Донецке. Это РСК Олимпийский, например, где Украина в 2013 году принимала чемпионат мира среди юниоров по легкой атлетике. Это были очень престижные соревнования. Было потеряно оборудование. Часть нам, кстати, удалось вывести благодаря патриотичности представителей физической сферы. Но объекты потеряны. И поэтому это тоже повлияло на результат. Поэтому сегодня мы изучили европейский опыт. Министр несколько раз ездил в Польшу. Ознакомливался с работой спортивной инфраструктуры. И по инициативе Игоря Жданова правительство приняло решение о том, что в Государственном фонде оригинального развития будет выделена специальная квота. 10% от общего фонда регионального развития исключительно на строительство, реконструкцию. Сколько объектов построят в этом году? В этом году Министерство молодежи и спорта было рассмотрено 84 объекта на сумму около 373 миллионов гривен. Чтобы вы понимали, это одна из самых крупных инвестиций, которая была сделана государством за все, наверное, года независимости, не считая подготовку к Евро-2012. А по какому принципу финансируются виды спорта? Есть ли у Министерства какие-то любимые, приоритетные виды спорта? Конечно, есть, как и во всем мире, как и во многих европейских странах, например, в Великобритании или как в Канаде, есть приоритетные виды спорта, которые традиционно являются сильными в той или иной стране. Ну, есть школы, да, в Украине есть школа художественной гимнастики Дерюгиных очень сильная. Есть школа легкой атлетики, есть хорошая школа бокса, есть очень хорошая, одна из лучших школ спортивной гимнастики. И, соответственно, есть определенная категоризация в зимних, в летних видах спорта. Есть приоритетные олимпийские летние виды спорта, есть зимние, есть паралимпийские, есть неолимпийские приоритетные. А вот какие неолимпийские виды могут получить поддержку государства? Они получают поддержку государства. Наибольшую поддержку. Наибольшую поддержку государства. Ну, я бы так не сказал, получают все виды спорта, которые способны приносить Украине медали, которые демонстрируют высокие результаты в мире, они могут рассчитывать на поддержку государства. Если не олимпийские виды спорта, например, это пауэрлифтинг, который завоевал наибольшее количество медалей на прошлых всемирных играх, которые прошли во Вроцлаве, в Польше. Это многие другие виды спорта, в которых традиционно Украина сильна. Вы сказали о том, что министерство сегодня стимулирует тренерскую деятельность. Как вы стимулируете спортсменов? Очень интересно, сколько зарабатывают наши спортивные звезды? Украинские спортивные звезды, в принципе, ведущие спортсмены, которые являются элитой мирового спорта, они достаточно неплохо зарабатывают. Они получают существенную поддержку от государства. Мы должны этим гордиться, на самом деле, потому что не в каждой стране Европы и мира есть такой уровень призовых за победу, например, на Олимпийских играх, как в Украине. Этой зимой будут проходить зимние Олимпийские игры. И, например, если мы говорим о государственных призовых, то за золото зимней Олимпиады чемпион Олимпийских игр получит от государства 125 тысяч долларов США. Это по курсу Нацбанка на день выплаты. Кроме того, существует целая система стимулов для спортсменов. Это стипендии президента. Вот, кстати, к Дню физической культуры и спорта президент назначил как раз очередной группе спортсменов свои ежемесячные стипендии. Это, например, серебряные призеры чемпионата мира по биатлону. Это наши прославленные спортсменки-биатлонистки Юлия Джима, Елена Петгрушная. Это бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Игорь Радивилов. Это серебряный призер чемпионата Европы по карате Станислав Гаруна. Это та же сумма премий, да? Нет, там они различаются. Ну, средняя вот какая? Средняя премия где-то от 5 до 12-14 тысяч гривен. Это не премия, это ежемесячная стипендия президента. 500 долларов в месяц. Да, это то, что дает президент как бы как грант на поддержку наших спортсменов. Спасибо вам за эту беседу. Наш гость Павел Булгак, советник министра молодежи и спорта, был гостем студии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!